Всем привет! Спасибо за то, что присоединились к нашему пятидневному челленджу. Мы верим, что этот челлендж «Любовь и надежда» повлияет на вашу жизнь и жизнь ваших близких. Мы будем молиться за вас. Приготовьтесь услышать Слово от Бога, а потом практиковать его. Ну что же, давайте поприветствуем наших ведущих и нашего сегодняшнего гостя. Привет! Всем привет, я Шоан Бран. А я Таня Бран. Мы занимаемся служением «Зажечь Европу», а также мы соведущие этого челленджа. Да, все верно. Сегодня последний день нашего челленджа, и мы надеемся, что вам понравились эфиры со всеми нашими замечательными гостями, которые делились с нами своей мудростью. Я вижу, что сейчас к нам подключились люди из Швейцарии. Кстати, именно отсюда мы ведем свой прямой эфир. Небраска, США. Великобритания. Подключаются люди из разных стран, нас смотрит весь мир. А наш сегодняшний гость тоже присоединяется к нам издалека. Сейчас мы его вам покажем. Это Бен Фиджеральд. Бен, спасибо за то, что присоединились к нам. Добро пожаловать. Привет, ребята. Спасибо за приглашение. У нас сейчас поздняя ночь, но ничего, Иисус молился по ночам. Я рад быть с вами. Спасибо, мы тоже рады. Да, да. Вы в Австралии, и сейчас там час ночи. Все верно? Да, верно. Ух ты. Большое спасибо за то, что не спите допоздна, чтобы пообщаться с нами. Мы вам очень благодарны за это. Спасибо. Бен, перед тем, как перейти к интервью, я хотел попросить вас о чем-то. Возможно, нас смотрят люди, которые вас не знают. Вы не могли бы немного рассказать о себе и служении? Да, наше служение называется «Пробуждение Европы». Где-то лет пять назад мы услышали призыв от Бога поехать в Европу и достигать тот континент, который был когда-то полностью проевангелизирован. Величайшая реформация в истории христианства произошла именно там. Господь призвал нас, и я отправился в Нюрнберг, где когда-то был Гитлер. Он собрал там 150 тысяч молодых людей. Раньше я никогда не видел таких гитлеровских достопримечательностей. Побывав там, я был ошеломлен тем, что люди могут делать своими зла. И вот я начал молиться. Со мной был мой друг Тодд Уайт. Мы начали молиться вместе. Где-то через две-три минуты этой молитвы на пустом поле мы увидели отчетливое видение. У меня редко бывают такие видения. Это было таким отчетливым. Я увидел людей из всех стран Европы, поднимающих руки к небу. Русских, украинцев, с голубыми глазами, светлыми волосами, шведов, разных людей из разных стран Европы. И все они кричали «Бог, возьмись за Европу!» Это было настолько ясно, что я сказал Тоду, тут что-то произойдет, Бог будет двигаться здесь. Гитлер собрал людей для зла, а Бог соберет еще больше людей для себя. В то время я жил в Америке и был пастором церкви Беттелл. Я вернулся домой и сказал «Ребята, Бог собирается прикоснуться к Европе». Думаю, им просто понравился мой энтузиазм. Я говорил «Господь будет спасать Европу». Я ясно это видел. Мне позволили заняться этим вопросом, и оказалось, что это действительно было видение от Господа. Затем мы провели первое мероприятие на том же стадионе, который использовал Гитлер, и собралось 27 тысяч человек. Для Африки это, может, и небольшая цифра, но для Европы это очень многое. И люди собрались не ради проповедников, а ради Иисуса. Они пришли, потому что хотят, чтобы Бог спас Германию, или, как там говорят, Дойчланд. После этого я решил повернуть свою жизнь в сторону Европы и стал миссионером. Как и вы, ребята, я живу там, чтобы проповедовать Евангелие. У меня было очень плохое прошлое. Я стал пастором не более 7-8 лет назад. Перед встречей с Иисусом я был торговцем наркотиками. Я был очень темным человеком с огромным числом зависимости. Не буду вдаваться в детали, но могу лишь сказать, что я настолько был разбит, что уже не понимал ценность человеческой жизни. Жизнь всех, с кем я соприкасался, превращалась в руина, потому что я сам был руиной. Все это было вызвано грехом, но в 4 часа утра ко мне в дом вошел человек. Я не видел его, но ощущал, что он там. Вы можете подумать, что я был под кайфом, но я был трезв, как стеклышко. Я ощутил этого человека, который вошел в дом, в мой дом, в гостиную. Я сидел там с сигаретой. Бог обратился ко мне. Я знал, что это был Иисус. Иисус сказал, «Бен, я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты следовал за мною». После этого у нас был часовой разговор, в ходе которого я избавился от всей тяжести в моей жизни. Вот как я избрал Господа. Вернее, он избрал меня, а я лишь сказал, «Хорошо, я буду следовать за тобой, Иисус». Ко мне вернулся мир, детская радость. До этого у меня была лишь злость и ненависть. А после этого я стал пастором, пришел в церковь Бетель, и в итоге оказался в Европе, чтобы проповедовать здесь Господне Евангелие. Круто. Мы очень рады, что вы это сделали, и что Иисус пришел в вашу жизнь. Это очень сильно. А что бы вы сказали человеку, который сейчас в таком же положении, как были вы когда-то, и чувствует себя нелюбимым и недостойным любви? Да, я понимаю, что такое безнадега, и что значит чувствовать себя нелюбимым и недостойным любви. Человек может чувствовать отверженность, и из-за этого может переходить от одних отношений к другим, но так и не понимать, что значит быть любимым Богом и быть значимым. Я могу сказать вам одно. Вы можете искать этого везде. В наркотиках, в деньгах, в мужчинах, в женщинах. Даже если у вас будут миллиарды долларов, это не даст вам мира. Даже известные и выдающиеся люди в мире идут на самоубийство, потому что даже слава и любовь окружающих не могут заполнить эту пустоту внутри, образовавшуюся из-за греха. А почему бы не обратиться к Богу? Не может быть, чтобы миллиарды людей на земле, которые говорят, что Иисус изменил их, были лжецами. Может, это все же правда, что они имеют радость и свободу? И я хочу сказать вам, несмотря ни на что, Бог желает дать вам свободу, потому что Он создал вас, и у Него есть цель для вашей жизни. Я обещаю, если вы придете к Иисусу, Он не оттолкнет вас и не отвернется от вас. Он повернется к вам и даст вам жизнь. Вам лишь нужно открыться и сказать, «Хорошо, Бог, я подчиняюсь тебе». Именно это мне пришлось сделать. Я перепробовал все, чтобы заполнить эту пустоту. Деньги и все остальное заполняют вас на минуту, а через минуту снова пустота. Многие понимают, о чем я. Бог любит вас такими, как вы есть, и хочет познакомиться с вами сегодня. Прекрасно сказано, Бен. Вы очень сильный евангелист. Вы проповедуете Евангелие, а мы проводим челлендж «Любовь и надежда». Вы не могли бы рассказать слушателям, что значит нести любовь вместе с Евангелием? Да, если убрать любовь из евангелизма, то что это будет? Я не знаю, как это тогда назвать. Если вы христианин и не любите грешников, то зачем им проповедовать? Я считаю, что наше главное призвание в жизни — это представлять Христа, а Иисус так сильно возлюбил мир, что отдал себя. В евангелизме я не полагаюсь на мою любовь. Часто я ничего не чувствую к незнакомцам. Мои чувства не так часто заставляют меня рассказывать людям о том, как Бог их сильно любит. Или молиться о забальных. Но я не полагаюсь на мою любовь. Когда я прохожу мимо кого-то, то открываю сердце и позволяю его любви наполнить меня. Меня мотивирует именно Божья любовь. Но я, со своей стороны, должен поддаться этим побуждениям от Бога. Вам не нужно собирать в себе все чувства и быть чрезвычайно милым. Важно ходить в духе. Господь, пусть через меня течет Твоя любовь. Когда Бог стучит в наше сердце и просит рассказать кому-то о его любви, или помолиться за исцеление или освобождение, то наша часть заключается в том, чтобы поддаться этому побуждению и начать действовать. Я могу сказать, что ошибался в слове знания, ошибался, когда молился за больных, и они не исцелялись. Но если кого-то ощутимо касается Божья любовь, Писание говорит, что любовь не терпит поражения. Я много раз видел, как любовь Иисуса буквально потрясала людей. Она потрясала их куда больше, чем мой интеллект. Прекрасно сказано. Спасибо. Вы частично уже ответили на мой вопрос, что делать, если вам слишком страшно. Но следующий вопрос у меня такой, что бы вы сказали тому, кто не считает себя евангелистом? Ему тоже нужно свидетельствовать. Прекрасный вопрос. Давайте немного изменим сценарий. Предположим, мой друг Джереми Литтл, он лидер прославления, скажет, «Ребята, выходите вперед, и давайте прославим Бога». Половина людей сложит руки и сердито скажет, «Я не лидер прославления и не буду славить». Это больше похоже на бунт. Мы бы такого не поняли, потому что мы делаем это из любви к Богу. Мы любим его и поэтому славим его. Мне кажется, что мы сделали многие вещи вполне обычными. Поклонение, любовь, доброту. Но каким-то образом врагу удалось навязать идею о том, что евангелизм только для евангелистов. Но Иисус сказал, что любой, кто имеет с ним отношение, является свидетелем того, что он сделал. Смешно считать, что мы не можем быть свидетелями. Ведь наша жизнь должна быть живым письмом, которое будут читать люди и восхищаться работой Бога. «Ух ты, с этими людьми что-то не так. Они совсем другие». И у нас есть эта возможность сказать, «А я другой благодаря моему Господу Иисусу». Не все призваны вести хвалу, но все призваны хвалить и поклоняться. Не все призваны быть евангелистами, но все призваны евангелизировать. Не все призваны к телепроповедованию, но все должны говорить. Супер. Кого упоминали помазание? Вы не могли бы детальнее рассказать, как Дух Святой оснащает нас на дело служения и на евангелизм? Да, помазание — это очень сильно. Это власть Иисуса на нас. У меня есть безумная история. Помню, как возложил руки на людей в одном правительственном здании, и первый человек исцелился. Подошли еще двое или трое, и увидели, что эта женщина исцелилась. Сила Божия вошла в ее тело, и она исцелилась. Она начала говорить об этом людям. Люди начали сходиться, и вскоре вокруг было полно народа. И передо мной образовалась очередь в семь или восемь человек. Это был довольно странный день. Я чувствовал, что из меня выходила такая сила Божья. И вот я начал думать, что же я такого сказал, что спровоцировало все это. А Господь сказал, остановись. Позволь мне течь через тебя. Ты сосуд. А помазание — это как масло. Масло протекает всюду. Так и помазание течет отовсюду. Мы не можем понять его умом. Это сильное Божие помазание. Писание говорит, что это сила, которая разрушает бремена и снимает иго. Эта сила сходит на вас и срывает все иго и бремена врага. Но она зависит не от вас, а от Машеаха. Это означает помазание на иврите. Именно Бог помазывает вас и дает вам свой дух. Вы просто сидите и не можете выдавить из себя эту силу. Я не могу сказать «сила, выходи». Я лишь говорю «спасибо, Господь». Ты призвал меня исцелять больных и дал мне помазание для этого. Я позволяю этой Божьей силе, Духу Божьему, течь через меня. А еще я очень много молюсь о помазании. Господь, наполни меня. Дай мне еще твоего помазания. Наполни мою жизнь, чтобы происходили чудеса и демоны убегали. Я надеюсь, вы хоть что-то поняли из моего ответа, ребята? Потому что мне хотелось передать вам сам смысл. Да, мне все понятно. Особенно это важно в Европе, где такая сухая атмосфера, и чтение Библии приравнивается к чтению Шекспира, знаете ли. Поэтому тут помазание очень важно. А еще есть такие места, где проповедь Евангелия просто запрещена. Как же применять эти принципы и силу Святого Духа при таком сценарии? Как благовествовать? Как рассказывать об Иисусе в таких местах? Если вы смотрите нас из тех мест, где проповедь Евангелия запрещена, рассмотрим эту ситуацию с разных сторон. Я постараюсь сделать это очень быстро. Бывает так, что вам запрещено рассказывать о Боге на вашем рабочем месте. В таком случае я говорю людям, вы не можете ничего рассказывать там, но вы можете являть характер и природу Бога. И я призываю вас мыслить креативно. Вы можете общаться с коллегами за пределами работы. Если вы не на работе, то вам больше не нужно скрываться, нужно быть креативными. Иногда мы думаем слишком ограниченным. Поэтому будьте креативными, а не ограниченными. С другой стороны, Божие помазание на Петре было таким сильным, что помазание на нем исцеляло людей без единого слова с его стороны. Поэтому я рекомендую вам настолько просочиться Богом, чтобы Господь удивлял вас тем, что Он будет делать. Недавно я проводил подобный прямой эфир, и в комментариях я прочитал, что какая-то женщина сейчас в реанимации. У нее маленький ребенок, а она попала в реанимацию с многочисленными отклонениями. И читая этот комментарий, я почувствовал дух смерти. Поэтому я сказал, «Дух смерти, убирайся из ее жизни прямо сейчас во имя Иисуса». И вчера я получил письмо, что Господь разбудил ее. Демон покинул ее палату, и она вышла из комы. Она вышла из комы через час или два после нашей молитвы. Человек, который был в палате, в тот момент сказал, что он почувствовал, как что-то покинуло палату. Это доказывает, что нам не нужно говорить 50 разных слов, чтобы высвободить силу. Нам лишь нужно просочиться самим Богом. Мы можем быть ограничены, но Бог не ограничен. Он все еще творит чудеса. Второй вариант — это закрытая страна. Если вы находитесь в стране, где христианство запрещено и так далее, то иногда приходится уходить в подполье. Но я советую людям не переставать говорить о Боге, даже если закон запрещает им говорить об Иисусе. Но, как говорили ученики, повиноваться правительству или Богу решайте сами. Я бы предложил рассказывать людям о Божьей любви, но был бы осторожен. Мы не должны бояться человека и не должны больше склоняться перед культурой, чем перед Божьей любовью, которая мотивирует нас идти к людям, но для этого нужно быть мудрыми и креативными. Прекрасно сказано. Согласен. Бен, я уверен, что нас смотрят люди, которые сгорают от желания идти и евангелизировать и не могут дождаться конца карантина. А вы не могли бы рассказать также о важности наставников и духовных отцов в нашей жизни? О, да. Я считаю, что Бог — это Бог поколений. Он Бог Авраама, Исаака и Иакова. Господь испытывает невероятное уважение к старшим. Библия говорит, что они достойны двойной части, потому что они шли перед нами и трудились в слове. Мы можем многому научиться у них. Может, они не так современны, как мы, и смотрят на все не так, как мы. Павел писал, что вокруг множество учителей, которые учат нас жить. У всех них есть идеи, но отцов не так много. Поэтому я рекомендую людям находить себе духовных отцов и матерей. Даже если этот человек — сантехник, а не служитель полного времени, но вы видите в нем невероятное послушание Богу и желание любить и вкладывать вас, у меня есть такие наставники. Они неизвестные люди. Есть у меня в наставниках и известные люди. Я заметил, что в мою жизнь пришло много мудрости от того, что я смирился и был готов учиться у других. Ваша любовь к Богу высохла, если вы больше не готовы учиться и думаете, что вы самый умный. Это означает, что в вас нет жажды. Я советую людям искать наставников. И это не обязательно должен быть проповедник или пастор. Но если вы еще никого не нашли, то у вас уже есть наставники. Это Дух Святой, Отец Небесный и Иисус. Господь будет постоянно наставлять вас. Но если вы хотите учиться у людей, которые прошли этот путь до нас и знают, куда идти, а куда не идти, то я очень рекомендую вам найти себе наставников. Ищите людей, которые действительно любят вас, а не просто хотят учить вас жизни. Прекрасно подмечено. Мне очень понравилось. Но давайте сменим тему. Как вы считаете, какую роль в этом играет поместная церковь? Поделитесь, пожалуйста, как вы думаете? Она очень важна в наставничестве. Думаю, нам нужны люди, которые скажут, «Я лидер, но вас 500 человек. Я просто не в силах послужить всем вам». Давайте создадим культуру, в которой мы будем учить и наставлять друг друга. Хочу заметить, что важны не только отцы, но и матери. Думаю, церкви нужно учить этому. Наставничество важно не только для тех, кто давно с Богом, но и для тех, кто недавно принял спасение. Мне не очень нравится система связок. Теперь это твой отец, а это твой сын. Иногда это выглядит странно. Но если вы начинаете учить и проповедовать как наставники... Я вот обожаю Джейсона и Дебби. Я обожаю и вас, ребята. Ребята, которые берут у меня интервью, просто феноменально. Они уже являются духовными отцами и матерями. Думаю, нам нужно создать такую культуру, чтобы каждый христианин думал, «Мне нужно инвестировать в кого-то свою жизнь». Таким образом люди станут сами тянуться друг к другу. Но если мы не будем этому учить, то ваши глаза не будут замечать тех, кто нуждается в вашем ободрении и в вашей мудрости. А ведь вам так нужна мудрость, поэтому тянитесь к наставничеству. Бен, спасибо за ответ и спасибо за комплимент. Мы тоже восхищаемся вами и тем, что Бог делает через вас в Европе. Приятно наблюдать за тем, как Бог действует через вас своим святым духом. Вся слава Богу! Это точно? А сейчас я хотел бы перейти к вопросам от зрителей. Вопрос от Джулии Гузман. Джулия спрашивает, как выглядят ваши отношения с Богом и как вы продолжаете ходить в его славе, когда вокруг вас хаос? Как же выглядят мои отношения с Богом? Я мог бы написать книгу об этом. Да, напиши. Попробую объяснить. Мои отношения с Богом выглядят так. Я просыпаюсь каждое утро. Сейчас я делаю это намеренно. Я просыпаюсь и говорю «Привет Иисусу». Иногда мне кажется, что Он уже сидит у моей постели и ждет меня, когда я открою мои глаза. Мы любим друг друга, а Он любит меня больше, чем я могу представить. Я говорю «Привет, Иисус». Потом включаю музыку поклонения и иду в душ. Когда я принимаю душ, это настоящее собрание поклонения. Я поклоняюсь и благодарю Господа. А в течение всего дня я постоянно говорю с Богом. Я все время молюсь, молюсь в духе, также прислушиваюсь к тому, что Он желает делать. Последнее время я много провожу в Слове. Слово Божие живое и действенное. Оно может менять нас глубоко внутри, а также обновлять наш разум, чтобы мы думали так, как небеса. Да, я много времени провожу в Слове. Я стараюсь больше узнать о Боге, а также пережить Его. А когда вокруг хаос или какие-то трудности, у моего отца диагностировали рак два месяца назад, а две недели назад прооперировали. Его состояние было очень тяжелым, но пришел Господь. Он ободрял меня. Дух Святой ободрял моего отца, и отец был уверен, что Бог поможет ему. Я просто молился и славил Бога. Неважно, какой вокруг сценарий, я буду славить Бога. Я научился этому своей мамы. Мой биологический отец покончил с собой, когда мне было всего 10 лет. И я нашел его тело. После этого я отошел от Бога, но я навсегда запомнил, что даже после этого моя мама не переставала славить Бога. Через 10 лет я стал христианином, и я сразу же решил, что бы ни происходило в жизни, я буду славить и благодарить Бога. И вот тогда-то я и заметил, что когда я так поступаю, Господь берет ситуацию в свои руки. А это лучшее, чем это сделал бы я своими усилиями. Дух Святой ободряет меня всегда, и Он помогает мне всегда. Так что теперь я уже не тот, неуверенный в себе мальчик. Вы упомянули свою маму. Нас смотрят люди, у которых есть дети и внуки, которые отошли от Господа. Может, у вас есть какое-то ободрение для этих родителей, для папы, мам, для бабушек и дедушек? Да, вот как я могу ободрить вас. Ад в ужасе от вас. Вы страшный сон для ада. Никакой враг не устоит перед молящейся матерью. Лучше встретиться с Талибаном, чем с молящейся матерью. Моя мама молилась за меня. Она ухватилась за меня мертвой хваткой. Посмотрите на меня. Я был ужасным. Я не просто грешил, а был очень темным человеком. Не хочу вдаваться в детали, потому что я делал ужасные вещи, прославляющие врага. Но Господь убрал это зло через молитвы моей матери. И все изменил до такой степени, что сегодня я проповедую Евангелие. С вашим сыном может быть то же самое. То же может быть и с вашей неспасенной сестрой, неспасенной дочерью, которая сейчас в этих нездоровых отношениях. Не переживайте. Господь видит ваши слезы. Он сострадательный и милосердный. Он любит ее. Он любит его. Он любит ваших потерянных детей больше, чем вы. В Деяниях сказано, что спасетесь вы и весь ваш дом. Вы можете сами прочесть историю о том, как Павел проповедует тюремному стражу. А еще Писание говорит, что Господь не желает, чтобы кто-то не спасся. У него есть планы не только для одного человека, а для целых семей. Ему нужны все. Привяжите их ко кресту Иисуса. Я так сделал со своим братом. Я сказал, Господь, я привязываю его ко кресту. Сделай с ним свою работу. Посылай ангелов, посылай верующих, пусть он сталкивается с тобою на каждом углу. Поэтому ободритесь и не сдавайтесь. Не позволяйте голосу страха, отчаяния или времени пугать вас. Иногда враг закидывает такие мысли. Прошло уже 10 лет, а ничего не изменилось. Я жил в бунте 10 лет, а потом бам, и за один день я стал другим человеком. Так будет и у вас, ребята. Поэтому никогда не отчаивайтесь. Ждите своего момента. Аминь. Очень сильно. Я мама, и мои дети еще маленькие, но ваши слова меня очень ободрили. Да, Иисус. У нас есть еще один вопрос от зрителей. Джилл спрашивает. Тяжелее всего проповедовать семье и религиозным людям. Это уж точно. Как им можно рассказать о Боге? Или же все через взаимоотношения? Как вы думаете? Да. Семья — это железо, которое точит железо. А также это прекрасные моменты вместе. Семья острит вас, и вам нужно быть смудрыми и ходить в плодах духа, пока люди не открыты к познанию Бога. То же касается религиозных людей. Они думают, что знают Бога, потому что делают этот жест дважды в год на Пасху и на Рождество. Да, с ними общаться непросто, но ваше поведение, ваша тайная жизнь с Господом будет говорить громче, чем ваши слова. У меня был случай, когда я поклонялся Господу, и Господь так сильно обличал моего брата. В доме был сам Бог, и брат вошел ко мне и стал исповедоваться в своих грехах. «Джилл, я думаю, что ваше отношение с Иисусом в вашем доме. Вы можете поклоняться Иисусу за закрытой дверью, а это может вызывать ваших родных дискомфорт или взбудоражить каких-то демонов. И все, что мешает вашим близким прийти к Богу, всплывет на поверхность, и в семье начнется война. Но вы должны знать, что знающий Бога и молящийся за свою семью победит, потому что у него есть власть. Власть не у врага, а у Бога. Поэтому ободритесь. Продолжайте любить своих родных. Будьте добры. Не принуждайте их ни к чему. Я так пробовал, но у меня ничего не вышло. Но когда я стал по-настоящему любить Бога, когда все смотрели какой-то фильм, а я читал Библию, все это в итоге создало какую-то особую атмосферу. Тут есть настоящая свобода и жизнь, а там просто загнанная и зацикленная жизнь. И это вызвало хороший конфликт. Думаю, Господь будет давать вам такие хорошие конфликты. Не ссоры, а духовные конфликты, в хорошем смысле слова. И вы увидите, что Господь что-то делает в вашей семье. И это больше, чем просто мертвая религия. Супер. Кто-то написал в комментариях, если вы напишите книгу, они готовы ее купить. Еще зрители спрашивают, как вы справляетесь со страхом перед людьми. Стесняетесь ли вы людей и как вы с этим справляетесь? Я убиваю этот страх и делаю это быстро. С ним нельзя играть. Его нужно сразу убивать. Не надо думать, как стать лучшим. Просто уничтожайте его. Я понимаю, что это звучит слишком просто, а мы хотим детальные шаги. Один, два, три. Но когда Бог говорит мне поговорить с кем-то, а сердце начинает учащенно биться, потому что я вижу, что человек спешит или мне кажется, что он не хочет, чтобы его беспокоили, меня посещают те же мысли, что и всех, но в этот момент у меня есть выбор. Я могу послушаться страха из-за десятисекундного отвержения, а может, отвержения и не будет. В Германии я часто сталкиваюсь с этим. В Германии и в Америке разные культуры и вначале люди не хотят говорить со мной. Но я выучил несколько фраз на немецком, и я видел, как Бог касался людей благодаря этим простым предложениям. А когда вам кажется, что ваше сердце замирает, потому что страх имеет свойство парализовать, и вы просто решаете, нет, я не буду так жить, это глупо, я больше боюсь мнения какого-то незнакомца, чем голоса Божьего, решите, что это глупость и просто игнорируйте страх. Так вы его убиваете, и вы удивитесь невероятным результатом, как все изменится. Да, это здорово. Еще один вопрос, как вы справляетесь с отверженностью? То есть, вы проповедовали Евангелие, ожидали, как человек встанет с инвалидного кресла, а он упал на землю и смотрит на вас как на сумасшедшего, а потом вы просто пожимаете ему руку, и уходите прочь. Как вы справляетесь с такими ситуациями? Вас может удивить мой ответ, но вам это весьма полезно. Мне не нравится чувство отверженности, и я не знаю того, кому оно нравится. Но это чувство очень полезно. Оно прибавляет вам зрелости. Так вы осознаете, какое у вас основание. Утвержден ли я в Господе, или же мне нужно, чтобы все меня любили. Меня отвергали много раз, но меня это не волнует. Меня больше волнует, когда я молюсь за кого-то, а чуда не вижу. Это вызывает во мне жажду и сострадание. Я хочу видеть больше Бога. Но если кто-то отвергает меня, то я понимаю, что они отвергают не меня, а свое представление о религии или об Иисусе. Поэтому не принимайте это на свой счет. Можете использовать это только как инструмент роста, и это принесет вам огромные плоды. Уж поверьте, я в этом поднаторел. Так я больше утверждаюсь в Господе и в наших с Ним отношениях. Хочу кое-что добавить. Помню, как читал слова Чарльза Сперджена. Он сказал, что Евангелие это как клетка со львами. Ее не нужно защищать, а нужно лишь открыть дверь, выпустить льва, а он сам защитит себя. Часто мы думаем, что результаты зависят от нас, но в реальности результаты зависят от него, ведь мы строим его царство, а не свое. Бен, вы евангелист, и я уверен, что Бог говорит к вам в это неспокойное время. Может, вы хотели бы поделиться чем-то с нашими зрителями, что именно он вам говорит? Это не совсем евангелизм, но Господь говорит готовиться. Это основное, что Он говорит мне сейчас. Готовьтесь. Меняйте свои привычки сейчас, пока у вас есть возможность. Готовьтесь. Я не знаю, осознаете ли вы, но когда этот карантин закончится, мы будем жить уже в другом мире. Те же люди, те же грехи, но мир-то уже другой, поэтому будьте готовы. людям нужен живой хлеб, людям нужно помазание на вашей жизни. Ну, а самое главное, насколько горяча ваша любовь к Иисусу, насколько близки ваши отношения. Я говорю людям мудро использовать это время и готовиться. Во-вторых, мне кажется, что Бог желает поднимать больше пророков, которые будут знать, что происходит вокруг. Может, это вы или кто-то еще, кто смотрит нас сейчас. Господь выбрал вас, чтобы вы стали его голосом. Многие люди пророчествуют о надежде. Я люблю надежду, но пророки несут не только надежду, но еще и истину. Да, мы должны ободрять и нести надежду, и это, правда, очень важно, но в книге деяний был пророк, который знал, что приближается голод. И нам тоже нужны пророки, которые видят будущее и имеют ответы для этого мира. Поэтому я призываю вас слушать Бога. Кто знает, что Бог желает открыть вам, да и всем нам, собственно? Если вы будете сфокусированы на Иисусе или будете открыты к Его голосу, кто знает, что Он захочет вам сказать? Да, минуту назад вы говорили о проповеди Евангелия, и нас могут смотреть люди, которые не знают Иисуса, вы не могли бы взять какое-то время и рассказать им Евангелие и дать им возможность после этого принять его? Конечно же, я расскажу Евангелие. Я имел в виду, что прошлый мой ответ не был евангелизационным. Если вы смотрите нас сейчас и вы даже не знаете почему, возможно, вы смотрите это и думаете, почему это идет по телевизору, может, вы сейчас в России или в Америке, включили Фейсбук или какой-то христианский канал, и вы понятия не имеете, почему вы это смотрите. Но Бог знает, почему вы здесь, вы в Божьем плане, Бог видит ваше сердце, ни один человек не видит, что происходит у вас внутри. Но вы знаете, и Бог знает, Он очень любит вас. Он не пришел на землю, чтобы начать мертвую религию или заставлять вас ходить в церковь, чтобы вы стали хорошим человеком. Он пришел, чтобы дать вашей душе свободу. Он сделал это, ни разу не согрешив против Бога и против людей. Он прожил совершенную жизнь. Зовут его Иисус. Он пошел ради возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Все, о чем просит вас Господь, быть честным с собой и с Ним. Сбросьте маску и перестаньте пытаться стать известным или богатым, перестаньте скрывать свою боль и притворяться тем, кем вы не являетесь. В какой-то момент каждый и простить нам наши грехи. И вы смотрите это не просто так. Бог привел вас сюда. Он знает, что вы здесь, и я хочу помолиться вместе с вами. Если вы чувствуете, что Бог говорит к вам через меня, Он видит вас, Он видит ваше сердце, и Он влюблен вас. Бог создал вас целью и предназначением. Хочу попросить вас о чем-то. Будьте честными с Ним. Снимите маску и помолитесь со мной. Откройте сердце Иисусу. Скажите Господь Иисус, я распахиваю перед тобой мое сердце. Прости меня Господь, потому что я согрешил. Войди в мою жизнь. Я верю, что ты умер за меня. Я верю, что ты воскрес из мертвых. сегодня, Господь Иисус, я отдаю тебе мое сердце, чтобы ты стал моим Господом и моим лучшим другом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы произнесли эту молитву, возможно, вы сейчас сидите в слезах, потому что вы почувствовали, как его кровь омыла ваши грехи. она отмыла вас полностью. Это означает, что все ваши грехи сейчас смыты с вас, и внутри вы стали новым человеком, потому что в вас вошел Иисус. Если с вами происходит именно это, то позвольте этому проникнуть еще глубже. Можете даже не слушать меня, но после этого обязательно найдите церковь и напишите об этом шаге на этой страничке в Фейсбуке. Найдите друга христианина, который ходит в церковь, а может вы случайно включили христианский канал. Если вы знаете кого-то из верующих, то сообщите им. Я принял Иисуса, и я хочу знать больше. Это лишь начало вашего пути с Господом. Библия говорит, что кто во Христе, тот новое творение. И прямо сейчас Господь видит вас как своего ребенка, абсолютно чистого и свободного. Вы только что получили новую жизнь от Господа Иисуса Христа. Да, аминь, аминь. Я знаю, что сейчас насмотрят люди с проблемами со здоровьем. Вы не могли бы помолиться за них? Да, я верю, что как новообращенные, так и люди, которые давно со Христом, могут быть исцелены. Я верю в то, что сила Божия действует и через экран. Я знаю, потому что так неделю назад женщина вышла из комы. Все дело во власти имени Иисуса. Я молюсь против всех заболеваний, которые есть у наших зрителей. Отец исцели женщину, у которой проблемы шеи. Я молю о полном освобождении. У кого-то эндометриоз. Я приказываю ему сейчас уйти во имя Иисуса. Эндометриоз, заболевание в крови и в кишечнике, я приказываю уйти во имя Иисуса. Нас смотрит женщина с проблемой в правом колене. Отец, мы славим тебя за новую коленную чашечку. Мы призываем новую коленную чашечку в ее жизнь. Кто-то недавно узнал о проблеме с ребенком в семье друзей или родных. Кажется, что-то с мозгом или с головой. Отец, пусть твоя слава сойдет на этого ребенка. Мы высвобождаем твою силу и помазание. Злой дух, пытающийся украсть жизнь этого ребенка, мы приказываем тебе убираться прямо сейчас. Он свободен. Во имя Иисуса. Спасибо, Отец. Человек страдает от боли в пальцах или в запястьях. Что-то типа артрита. Я не знаю, что точно, но что-то с пальцами и кистями рук. Спасибо, Господь. Ты наполняешь суставы елеем. Ты наполняешь нас елеем радости, и мы высвобождаем исцеление в вашу жизнь. У кого-то проблемы с правым глазом. Я приказываю кисте или какому-то наросту на глазу убираться сейчас же во имя Господа и Иисуса. Спасибо, Иисус, за каждого человека. Спасибо тебе, Господь, за исцеление. И восстановление. Аминь. Бен, мы так рады тому, что вы были с нами. У вас уже два часа ночи. Я знаю, что многих коснулись ваши слова и ваше помазание. Молитесь за нас. Мы очень рады тому, что Бог делает сейчас в Европе. Если вас волнует судьба Европы или у вас есть европейские корни, то молитесь за нас и за этот континент, чтобы миллионы людей пришли к Богу, покаялись и спаслись. Классно. Бен, еще раз спасибо, мы вам очень благодарны. Да, нам было очень приятно. Сладких вам снов. Ложитесь спать и отдохните немного. Обязательно был рад вас видеть. Взаимное большое спасибо. Спокойной ночи. До встречи. Пока. Ух ты. Прекрасно. Да, очень и очень хорошо. Я знаю, что многие из вас пережили Божие прикосновения и получили слова ободрения от Бена, а также от всех остальных гостей этого проекта. Прекрасно. У нас пятый день челленджа, а это означает, что у нас есть задание на этот день. Мы не просто хотим, чтобы вы прослушали интервью, мы хотим бросить вам вызов, чтобы это запечаталось в вашей памяти. Задание состоит из двух частей. Одна нацелена на вас, а вторая на окружающих вас людей. Вот это задание. Я прочту первую часть, а Таня прочитает вам вторую. Итак, подумайте о том, как сильно Иисус изменил вашу жизнь. Подумайте о том, как начались ваши отношения с Иисусом и какие они сегодня. Попросите также Бога дать вам возможность на этой неделе рассказать кому-то о вашей вере. Да, а также поделитесь с кем-то своим свидетельством об Иисусе. Расскажите о том, что Иисус сделал в вашей жизни и как с Иисусом ваша жизнь стала лучше. Мы хотим быть благословением для многих людей. Знаете, что мы любим вас. спасибо за то, что были с нами все эти пять дней и до новых встреч в эфире. Увидимся. Ух ты. Вот и закончился наш челлендж «Любовь и надежда». Мы надеемся, он очень вдохновил и ободрил вас. Еще раз спасибо за то, что вы были с нами, а также спасибо всем нашим гостям, ведущим и огромной команде, которая трудилась за кулисами, чтобы этот челлендж стал реальностью. Благодаря вам мы уже никогда не будем прежними, это уж точно. Поделитесь этой информацией со всеми своими друзьями. И помните, что сказала Хайди Бейкер. Все глаза на Иисуса и все руки за работу. Аллилуйя! Мы благословляем вас и очень любим. Будьте благословенны! Надеюсь, вам понравился наш челлендж.